Всем салют! С вами Саша Кипкаева, ведущая Молодежного проспекта. Мы приготовили так много новостей для тебя. Готов? Поехали! Ты тоже каждый раз мучаешься с выбором места для прогулки? Наша следующая героиня расскажет о тайных экскурсионных маршрутах Челябинска. Жительница Челябинска Юлия Семейкина показывает местным жителям такие места, о которых мало кто знает, заново влюбляя в наш город. У меня есть просто хобби, когда мне нравится какое-то здание, я начинаю про него читать. И вот я так с друзьями гуляла, я говорила, а ты, кстати, знал, что вот это, вот это, вот это, вот это, тут такая история. И меня уже так начали спрашивать, и я думаю, похоже, тот человек, который начнет проводить экскурсии, это я. Хобби Юлии переросло из простого увлечения в проект Челябинск пешком. И теперь свои знания об архитектуре города девушка передает другим людям. Узнаю историю я из открытых источников. Вообще, при первом погружении, когда просто гуглишь, там, а-ля, цвилинг опять, что за дом, выходит просто ничего. Выходит какая-то карта, что-то еще, какие организации, здания, ты думаешь, боже, неужели вообще нет никакой информации. А потом я начала находить какие-то блоги различных краеведов, историков, в основном живом журнале они обитают. Потом я начала заходить на сайт исторического музея, архива, и понеслось. И потом ты уже просто знаешь, у кого это искать, как это искать. Ну, это просто, получается, учишься правильно гуглить. Ну, плюс у меня есть какие-то книги, они были, плюс мне их стали приносить. У меня уже вот такая вот полка со всякими книгами про Челябинск разными. Челябинск пешком – это проект для местных, который помогает укрепить связь с городом. Для этого Юлия создала шесть уникальных экскурсий, которые набирают популярность не только среди взрослого поколения, но и у молодежи. Первый маршрут я написала просто по центру. Мне хотелось создать такой маршрут, пешеходный, небольшой, в обход Кировки, потому что мне непонятно, почему все приходят и вот так вот прямо гуляют по одной улице, когда есть улицы параллельные, они очень прикольные. Не все вот заинтересованы в этом городском исследовании пойти куда-то. А что это за переулок, а я здесь не был. И многие удивляются даже совершенно очевидным вещам, которые просто вот находятся вот здесь, в самом центре города. Челябинск – это не только промышленный центр, но и город, наполненный интересной архитектурой. Проект Юлии доказывает это. Ведь за одну экскурсию каждый местный житель убеждается, насколько прекрасна столица Южного Урала. Так, мне срочно нужно прийти в форму до лета. Да, это точно. Шутка, шутка. Все, все, снимаем. Давайте камеру на него повернем. Мне тоже нужно прийти в форму. Саня, что делать? Что нам делать? Как нам быть? Нам нужно выбрать. Что? Плавание, спортивный зал или фитнес. Не подходит. Тогда нужно спросить советы ребят из рубрики «Импульс». Так и сделаем. Привет, спортсмен. Дай угадаю, в твоих ближайших планах не было пункта заняться спортивной ходьбой. Согласна, ходьба не самый очевидный вид спорта, в отличие от бега, фитнеса или плавания. А именно поэтому, прежде чем включить спортивную ходьбу в свой график, стоит разобраться во всех ее особенностях. Давайте делать это вместе с профессионалами. Спортивная ходьба, она в принципе, по большому счету, не должна слишком сильно отличаться от вообще, от простой вот обывательской ходьбы. Задача не только нагрузить опорно-двигательный аппарат, сколько еще и подышать, да? Ну, как бы, чтобы работала диафрагма, чтобы люди учились дышать глубоко, неповерхностно. Это большую пользу приносит. У нас с тобой, смотри, два упражнения, которые для начала надо выучить. Это ходьба на пяточках, вот, да? С пяточки. И перекат мягонький, вот такой. А дальше мы с тобой, третье упражнение, это просто широкий шаг. Вот у нас получится уже элемент, элемент ходьбы. Мы делаем ручки за голову, поднимаем носочки вверх, вот, да? И потихонечку, коленочки у нас не гнутся, мы как бы перетаптываемся с ножки на ножку. Центр тяжести меняем, поворачиваемся, и еще разочек, вот таким вот образом. Мы просто делаем так, на одну ножку центр тяжести переносим, а второй у нас освобождается ножкой. И мы можем и делать уже какое-то движение, да? И вот у нас получается бросочек, раз, ну, на пяточку, да? Оп, перешли. То есть перевальчики вот такие с этого. Это же танец фактически какой-то, в какой-то мере. Ну, поставила ножку и давай свободненько. Раз, раз, свободней, свободней, свободней. Оп, оп, мягонько. Подключим ручки, чтобы ты тянулась, да? Ну, как бы работа должна быть симметричная. Вот ты пошла и пошла. Раз, два, три, четыре, пять. Все, давай, давай, давай. Раз, два, четыре, пять, шесть. Вот. И вот для начала вот этот навык, он просто ходится фактически, ну, как бы в простом скорости, невысокой скорости, и нарабатывается вот эти, ну, как бы движения элементарные. Конечно, чтобы освоить технику спортивной ходьбы, одной тренировки недостаточно. Как и в любом виде спорта, важна системность. А еще спортивная ходьба – это вид аэробной нагрузки, которая в прямом смысле делает нас счастливее. Во время спортивной ходьбы организм зарабатывает гормон счастья – эндорфин. Причем эффект сохраняется не только во время тренировок, но и после. Поэтому не ленитесь и идите к своему счастью. Мне сегодня смс-ка странная, непонятно от кого пришла. Какая? Ну, помнишь, программу взламывали? Так. Ну вот, они пишут, что хотят все официально, чтобы я их представляла. Это же здорово, давай. Ну, давай попробуем. Не знаешь, во что поиграть сегодня вечером? Давай спросим совета у Level Up. Привет всем любителям видеоигр, с вами Level Up. Сегодня я вам расскажу о трех видеоиграх, от которых кровь стынет в жилах. В первую очередь я бы хотел рассказать тебе об игре The Evil Within. Это мультиплатформенная игра в жанре сервер-хоррор, разработкой которой занимается легендарный Синди Миками, высокая проработка окружения, чувство тревоги и запутанная история. Все это, по словам создателей, ознаминирует собой возникновение жанра к былым истокам и истинной атмосфере ужаса. Повествование ведется от лица детектива Себастьяна Костеланоса. Он и его напарники занимаются расследованием серии жутких убийств полицейских. Прибыв на место, герой неожиданно теряет сознание. Проснувшись, Себастьян обнаруживает себя в параллельном мире кишащим монстром. Теперь детективу необходимо не только побороться за свою жизнь, но и узнать, что же стоит за этой злой силой. Ну что ж, перейдем к игре под номером 2. Outlast. Это игра в стиле экшена, где ты попадаешь в мир страха и ужаса, который пробивает до самых костей. Данный проект разработан в жанре психологического триллера. Ты отправишься в темный и покрытый мрачный пеленой мир, полный странных вещей и ужасов. Твоя задача сыграть роль журналиста, прибывшего на расследование старинного здания, которое ранее являлось психологической клиникой. Твой герой получил информацию, что в этой клинике происходят незаконные опыты над людьми, что тебе и предстоит узнать. Ты отправляешься за уникальным репортажем, а попадаешь в ужас, который даже не приходил тебе в голову и не снился в самых страшных снах. Тебя ждет очень опасное приключение, многочисленные ловушки, ужас и страх, что преодолеть невозможно. Старайся действовать очень быстро, чтобы не попасть в лапы злобному монстру. Ну что ж, перейдем к последней игре на сегодня. Visage. Это психологически атмосферный триллер от первого лица, события которого разворачиваются в 80-х годах прошлого столетия. В загадочном особняке, где погибло большое количество людей. Тебе предстоит искать различные предметы, решать головоломки и тем самым двигаться по сюжету. В каждой комнате таится история этого темного места, и облик бывших жильцов будет преследовать вас во всех уголках этого большого дома. В этой игре время течет не спеша, а неправдоподобно уютные интерьеры сменяются чудовищно реалистичными сценами, наводящими ужас. На этом все, друзья. С вами был Level Up. Увидимся на следующем уровне. Всем удачи, всем пока. На этом все. Я была рада снова тебя видеть. Встретимся в эфире уже совсем скоро. Всех обняла. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!